Ален, я быстро просто вставлю, что все прекрасно знают, что 366-й мотострелковый полк, который именно участвовал в том, что помогал Армении захватывать наши территории. И в зверствах, и в зверствах, в Ходжалы, извините, я поперебил. Да, здравствуйте. Так что там сомневаюсь, что там поликарно. Я могла собачку мне посимпатичнее выбрать. Аллилуйя, да. Артур, поднимись наверх. А, вот, все, есть, принят. Артур, пока ты не начал говорить. Я слушаю. Да, смотри, официально, да, смотри, официально то, что у вас воевала Россия, Айла даже вам не сказала, какой волк. Она пришла сюда, я ушел от тебя. Артур, 366-й мотострелковый полк, все об этом знают, который помогал армянам захватить территорию Азербайджана. Вы знаете, что... Чем доказываешь? Слова твои не только. Чем доказываешь? Чем доказываешь? Нет, это официальная сводка. Откройте, пожалуйста, официальные сводки. Сводки почитайте, пожалуйста, потом мы будем дискутировать. Нет, не нашу. А как у вас россияне, которые рассказывали об этом, пройдя столько лет, они открыли все и рассказали о том, как это происходило. Слушай, суда, ты элементарно не можешь вести себя в присутствии женщин. Это говорит о твоем неуважении к себе лично. А когда заходит, не надо за мной говорить ерунду. Слушай меня, ерунда, это ваша история. Я только зашла в эфир, я еще не успела с Артуром немножко подискутировать. Артур, вот вы что хотите сказать? Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если сегодня есть в нашем цивилизованном мире, есть резолюция ООН и международное право, которая подчеркивает территориальную целостность Азербайджана, что вы можете против этого сказать? Для вас, для вас, Артур, наша Артур, для вас это земля. Для вас. А для нас не земля, а для нас это человеческая история и люди, которые живут в Азербайджане. Для нас это не земля, Артур. Для нас это Родина. Подожди, Айла, Артур, вы признаете международное право, скажите мне? Ни хрена, я признаю то, что мой народ живет там. Не, Артур, Артур, подождите, подождите, смотрите, а вы понимаете, что ваш дент, не президент, а премьер-министр Пашиньян, признает международное право, и он подписал трехсторонний договор. Он подписал трехсторонний договор, Шиньян признает. Он сказал, что это чей какая-то территория... Секунду, Ален, Ален, секунду, дай я с ним поддискутирую 2-3 минуты. Давай. Артур, послушайте меня. Вы понимаете, что то, что выходит за резолюцию ООН и международное право, является словом оккупация? Получается так, что армянская сторона является государством-оккупантом. Россия тоже оккупант? Конечно. Россия тоже оккупант. Конечно. Это что, кто, Алиев считает? Конечно. Нет, это считает весь мир, если вы так не видите этого. Алиев тоже считает так? И Пашиньян считает так, кстати. Конечно. И Пашиньян уже как считает, чистится. Артур, вы сказали, что вы не отвечаете за Пашиньяна. Послушайте, не, вы только вопросы задаете, я тоже буду вопросы задавать. И что вы думаете, я буду... Конечно, Артур, конечно, Алиев считает... Подождите. Конечно, Алиев считает Россию оккупантом. И поэтому полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Послушай, ведущий, я хочу услышать это из уст азербайджанцев. Алиев, кто не считает так? Артур, отвечаю вам. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Наш уважаемый президент, не скрываясь, выразил свою точку зрения и сказал, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, так как мы отталкиваемся... Секунду, Артур, Артур, если вы не настолько образованы, еще раз вам говорю, послушайте меня. Выявить точку зрения, выявить точку зрения, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, отталкиваясь как минимум от международного права, так как Азербайджан тоже, руководствуясь международным правом, заявляет о том, что наши территории на протяжении 30 лет были под оккупантом. Что здесь непонятного? Вернемся сейчас тогда к Артсах. Значит, послушайте раз и навсегда. Артсах будет независим. И там будут жить Армении. Хорошо, секундочку, секундочку, ребята. Артур, Артур, вы говорите, что Артсах это Армения. Хорошо. Артур, сегодня любой человек, который захочет посетить так называемые ваши земли, как вы называете, в Артсах, он просто не сможет найти на карте мира такую землю. Такую землю. Артур, Артур, вы меня послушайте, вы задаете сейчас вопрос, я вам отвечаю как минимум супруга ветерана Второй Карабахской войны. Послушайте меня. Если вы сегодня, любой гражданин другой страны, захочет посетить территории, такие, как вы называете, их нет ни на одной карте мира. И просто они не смогут их посетить. Но есть всем миром признаваемый Карабах, который можно поехать будет, отреставрируем и выстроим. То, что мы сегодня делаем. Последние за два года или когда-то там была, Степанакер. Вы можете, пожалуйста, говорить по очереди? А то вы сейчас говорите, вы говорите дичь. Сейчас. Давайте по очереди. Смотрите, что вы выиграли? Скажите, от войны что вы выиграли? Смотрите, отвечаю. Можно, да? Вы будете не в параллель, если говорить. Давайте договоримся так, что я говорю, вы говорите. Я говорю, вы говорите. Смотрите. Давайте. Смотрите, Артур. В 2020 году война остановилась только по поводу того, что премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о... Вы выиграли. Пожалуйста, можно не перебить. Вот вы видите, вы не даете сказать, Артур, это некрасиво. Послушайте меня. Вы задали вопрос, я вас выслушиваю, вы меня тоже выслушайте. В 2020 году были подписаны договоренности, остановлена война с условием того, что премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о капитуляции Армении. После чего война была остановлена и были подписаны договоренности, где гарантом выступила российская сторона. После чего на протяжении двух лет Армения отказывается выполнять свои договоренности. Наш президент Азербайджана четко сказал, что все договора должны исполняться. Недавно Армения обращалась к ОДКБ, говоря о том, чтобы ОДКБ их поддержало. Но ОДКБ вам ответила, что договоренности должны исполняться. Есть вопросы? Подождите, стоп, здесь стоп. Вы уже на территориальности Армении. Подождите, здесь стоп. Давайте, мы сейчас говорим, что вы выиграли на горном Карабахе. Здравствуйте всем. Такие территории. Вы сейчас зашли уже на территорию Армении. Шуша, 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 Агора, который вернулся. Ассор, секунду. Секунду, Ален, ты что рассказывал? Давайте сейчас вы мне услышите. Да, говорите, Ассор. Вот вы в 2020 году, в котором 5 районов было вам обещано без войны, вы должны были его забирать. Паша Лев не согласился. Когда был в Казани в 2016 году, должны были уже мирные договоры. Не, в 2014 или в 2014. Должны были в Казани подписать, что возвращение 5 районов, потом плюс 2. Потом статус на горном Карабахе Арцаха должно было определиться. Он приехал туда, прилетел и отказался ваш президент подписывать. Этот документ. Это, во-первых, без войны. Пусть он говорит, пусть я скажу, потом подобавится. Давайте до конца скажу, потом вы скажите. После этого вам обещали 5 и плюс 2. Ваш президент не согласился его подписывать, не хотел. Он хотел крови, наверное, войны. Потом в 2020 году, в 2016 году провокация идет. Опять погибают люди, там, 100 человек, 150 с каждой стороны, не знаю, сколько по численности точно. Ну, опять ваша агрессия нападает опять в Арцах. Опять в 2020 году, я в очереди говорю, в 2020 году вы напали. В результате, который вам обещанного было, 5 районов возвращая, вы войной забрали. Артур, вы уже сказали за районы. Я вам просто вкрат... Я вам вкратце. Теперь сказать ей. Артур, в ваших вопросах, которые вы перечислили, я вам отвечу коротко и ясно. Никакое государство не имеет права нам предлагать наши же территории. По резолюциям ООН, по международному праву, Карабах целиком принадлежит Азербайджану. И армянская сторона, являясь оккупантами, не имеет права нам делать какие-то предложения. Предложение может делать азербайджанская сторона, но никак не армянская. Это было согласово... Понимаете, это было согласово... Можно я скажу? Артур, подожди секунду. Артур, Артур, полой! Подожди секунду. Алёна, добрый вечер. Карик, подожди. Карик, подожди. Карик, можно я скажу? В 92-м году вы бегали еще. Еще плавать научились. Что доказывать невозможно бандаток в железный кулак? Алёна, Алёна, секунду, я можно? Ребята, успокойтесь, не ругайтесь. Я просто одну вещь скажу. Артур, хорошо, вы говорите, Азербайджан бегал с турецким флагом. Но Армения тоже бегала с российским флагом. И я вам скажу так. Мы бегая с турецким флагом, мы добились того, чего хотели. А вы не смогли добиться, даже если мотыляли российским флагом. Вот и все. Айла, Айла, я очень извиняюсь. Я очень извиняюсь. Да подожди, сейчас я тебе покажу. Подожди. Алёна, Айла, я очень извиняюсь. Айла, ты попыталась ему коротко сказать, он не понял. После чего... Часав капитуляцию, дабы войска Азербайджана не начинали продвигаться на территорию теперешней. ...по украинским новостям, Артур. Я тебе это говорю, как гражданка Украины. Подчеркнем. Артур, Артур, что я вам отвечу насчет Турции? Алёна, подожди секунду. Вы сказали о Турции. Я хочу вам ответить, Артур, чтобы вы понимали. Спустя после второй Карабахской только войны, спустя через год, между Азербайджаном и Турцией, была подписана Шушинская декларация. Шушинская декларация, это обозначает то, что сегодня, если Азербайджан будет вести какие-то войны, После войны. Да, да, спустя год после войны, мы подписали Шушинскую декларацию. Они не имели права вводить войска без этого договора. Без этой декларации, ребят, дайте я договорю, ребят, дайте я договорю. Без этой Шушинской декларации Турция не имела права вводить свои войска в Азербайджан. А вот теперь она будет иметь право на это. Эрдоган кричал, что мы поддерживаем всем, по всем и по всем. Да, морально он стоял на стиране. Да, секунду. Морально он стоял на стиране. Нет, не ступи. Смотрите, я сейчас что хочу сказать. Друзья, ему сейчас говорят, объясняют. Он обратно свое твердит, твердит. Айден, дорогой друг, таким, как им, таким, как он, бесполезно говорит. Не ты с унитазом убегал. Детей бросал, с унитазом убегал. Ребята, они не понимают, что они только больше вызывают агрессию азербайджанцев. И азербайджанцы гораздо намного. И это только хуже им вредит, их политике, их государству, которые сегодня есть. Давайте я сейчас скажу за Турцию. По поводу Турции. Турция не принимала, здесь я хочу, чтобы вы это услышали. Турция не принимала участия в боевых действиях. Она сказала России не вмешиваться, чтобы на равных. Азербайджан воевал с Арменией. И Азербайджан не нуждался в поддержке Турции, хотя бы потому, что азербайджанцев 10 миллионов, а вас 2,5 миллионов и математика. Что сделала только Турцию, это сказала России сидеть. И нельзя туда сунется и Турция. Все. И Азербайджан, как и Армения, воевали между собой без... Что в Украине назвалось равным боем, который вы проиграли, из которого вы капитулировали. Мы с ними бились один на один. Бились один на один. Армения и Азербайджан лоба лоб шли. Дополню, здесь Артур пишет, 92-й год, так, плавать, что плавать научили. Артур, я вам так отвечу. То, что вы в течение 4-5 лет пытались оккупировать, Азербайджан за 44 дня отрезал. Делайте вывод. Вы, тогда Советский Союз вывел армию отсюда. Мы с вами 4,5 года с двухстволками бились. И мы не с вами бились. Мы с российской армией бились. С российской армией бились. Потом... Потом... Пускай сделает Габри... Пришел. Перемирие сделал. И мы 30 лет не для вас готовились. Мы знали, что за вами стоит Российская империя. Ведущий, как вас зовут? Ведущий, как вас зовут? Меня зовут Алена. Алена, вы красавица. Вы красавица. Айла, мы гордимся вами. Вы наша гордость. Молодцы. Я вас обнимаю. Вы наши свистички. Вам аплодисменты, Айла. Алена, вам аплодисменты. Молодцы. Поднялся вам. Спасибо, Радарь. Молодец, красавица. Молодец, молодец. За 5-6 лет воевали русские. Помогли им. Не смогли взять до конца. За 44 дня вернули. Еще какую-то сказку рассказывают. Мы подарили. Мы вышли. Сами признали, что... Проиграли. Сами подписали договор, что отдадим землю. А сейчас не дают. Вот от этого еще говорят, что мы подарили. Настоящий дурак. У них с головой что-то не так. Ребят, меня очень удивляет просто такая наглость. То есть Карабах, всем понятно, что это Азербайджан. И само слово, и территориально, и исторически, и юридически. И меня так напрягает эта наглость армян, что они нам, наши же, что-то там пытаются подарить. Как можно человеку подарить то, что принадлежит ему? Я не могу этого понять. Армяне, это какая-то новая традиция, что ли, армянская. Эту волю дали Айлаханом. Им эту волю давали и дают по сей день.